Занимайте спортом. У нас есть такой гость, который поделится с нами ценной информацией о таком виде спорта, как сквош. Там нельзя опоздать никогда. Да как? Конечно, вообще на любом спорте. Мячиком прилетит тебе вот тут же. Или там ты... Зевать там нельзя. В нашей студии чемпион края по сквошу входит в топ семи ракеток России. Артём Николаев. Артём, доброе утро. Расскажите всем немножко, что такое сквош. Что за вид спорта такой? Сквош это ракеточный вид спорта. Очень похож на большой теннис. Только в сквош соперники находятся очень близко. Если в теннисе они на расстоянии 5 метров, напротив. Вот смотрите, я буду показывать фотографии сейчас из вашего же инстаграма. Я зашла и вот показываю, как играет сквош. Вы рассказывайте, пожалуйста, я буду листать. В сквош непосредственно рядом находятся соперники. Но цель игры такая же, как в теннисе. Нанести удар так, чтобы соперник не смог отбить мячик. Ага. А подождите, то есть это не мячик на веревочке, это мячик об стену, правильно? Да, он намного легче теннисного. Мы смотрим, что здесь прямо у вас какие-то бои идут. Вот прямо вот драка почти. Что это нормально вообще? На самом деле на корте колоссальная борьба идет между соперниками. Вот. Все красные, уставшие. И обязательно стоит хотя бы раз в жизни посмотреть какой-нибудь сквош-фенал. Силовой вид спорта. Получается, от тенниса большого, отличаясь тем, что, следовательно, вот стена перед тобой, соперник рядом, а правила такие же, получается, как в теннисе большом, да? Ну, я бы сказал, цель игры такая же. То есть нанести выигрышный удар. Чтобы тот не успел отбить, да? Но также есть и различия между теннисом и сквошем. Артем, как вы к этому пришли, любовь к сквошу? Я вот как раз-таки занимался теннисом 8 лет. И потом меня как бы так заманили просто попробовать поиграть в сквош. Заманили? Да. Это как, эй, парень, иди сюда. Я скептически относился к сквошу. Типа, ну, что это за игра? Так, я тоже не понимаю, что это за игра в стену долбить? Это как мы раньше в старай стояли, у меня стайки были, и мы просто пинали мяч об стайку. Но это только кажется. Я вот попробовал, и мне очень понравилось там с первых же разов. И сразу же влюбилась в себя эта игра. Буквально вот в Санкт-Петербурге проходил турнир России по сквошу, да? Да, чемпионат России. И вы как раз-то заняли седьмое место. Да. Вас можно поздравить с тем, что вы получили теперь кандидата мастера спорта. У меня есть фотография, я слежу за вашим инстаграмом. Но продолжаю и сейчас покажу. Вы тут кусаете эти самые медали. Нет, это... Это другое что было, да? Да, это чемпионат Красноярского края. Красноярского края, да. А-а-а. Ну, мы там уже чемпион уже. Да, но это тоже большое достижение для меня. Я очень рад тут смог выиграть. Но самое значимое для меня это как раз-таки чемпионат России, потому что это, ну, лучший турнир года. И у меня получилось подготовиться и показать свой лучший результат на данный момент. Ракетки такие же, получается? Нет, ракетки, они в два-два с половиной раза легче теннисных. Ой, да-да-да, все правильно. Но так как мячик в теннисе тоже намного тяжелее, из-за этого игра как раз-таки более динамичная, чем теннис. И удары намного сильнее. А вы тут, знаете, пишите что? Вот я читаю, опять же продолжаю следить, изучать. Спасибо нашим 45+, кто играют и радуют нас, дают пример молодым. Серьезно? Да, это, так скажем, наши авторитеты, которые в сквош играют уже. Авторитеты. Да, которые меня научили играть в сквош, которые уже, ну, полжица. Которые переманили вас. Вот эти люди в 45+, которые переманили. Да, да, они меня и затянули, поэтому мы их очень уважаем и благодарим, что они остаются в сквош. Мы же вас для чего пригласили? Для того, чтобы популяризировать этот вид спорта. Вот буквально вам 30 секунд на то, чтобы объяснить, зачем это людям. Я так скажу, что просто посмотреть на эту игру вообще недостаточно. То есть какие-то непонятные мысли возникают, что нужно делать. Нужно обязательно прийти и попробовать сыграть в эту игру. Я, ну, уверяю, вам обязательно понравится. Что мы сделаем? Да. Артем Николаев, чемпион края по сквошу, входит в топ 7 ракеток России. И вам огромное спасибо, что рассказали про это видео. Можно еще скажу быстренько? Быстро. В эту субботу вводный урок по сквошу. Узнавайте, приходите абсолютно бесплатно с 3 до 6. Мы записались. Все, да. Вас уже все. А мы продолжаем наш эфир в эту субботу. В эту субботу запишем.